Что сегодня снила сны? Сейчас скажу тебе, подожди, я засяду поровню. Это хороший вопрос, мне каждый день снятся яркие сны. Понимаешь, что это для вас игра, и вы можете нажать кнопку стоп в любой момент. Я говорю, но у меня нет такой функции. Какой-то бред, короче, у меня сегодня снился. И извиняюсь, у меня важный звонок. Алло? Все, тогда сейчас я закончила, перед вами не станет выгоден. У нас сейчас очень модный всякий курс королевского секса и так далее. Женщины у нас молодцы. Они вообще впереди планеты всей. А просто кого-то соблазнять, чтобы соблазнить, мне кажется, это низкие вибрации. Я всегда в любви, конечно, безусловно, да. Женщина у меня ходит на гимнастику. Она любит активный спорт. Она у меня катается на скейтах, не поверите. То есть она купила скейт. Мама, я знаю, как кататься. Я говорю, такого быть не может мне сколько там лет с хвостиком. Я не умею кататься. Она говорит, я тебя научу. Нужно встать вот так, ноги на ширине вот так. Встала и поехала. Потом она печет у меня, стряпает, готовит, говорит на трех языках английский, французский, русский, учит Есенина, Пушкина стихи. Она очень разносторонняя, очень любит быть первой. Характер мамы, с пельмешку с папой. Мама, сколько у меня подписчиков в Инстаграме? У меня папа мне заставила сделать страницу в Инстаграме ей. Хотя я ее нигде не пиарю эту страницу. Просто я создала, но лицо я не показываю. Только те старые фотографии, которые были. Она такая, мама, так давай сфотографируй меня в Инстаграме. Она уже знает, что нужно отвернуться. Она так встала. Вот моя выпечка. Я говорю, Анжирина, у тебя 5000 подписчиков. А сколько у меня лайков? Господи, я не верю, что это говорю. Ребенок идет в ногу со временем. Я думаю, что все-таки телевидение, наверное, это не Инстаграм популярность. У меня и в Твиттере пару миллионов, и ВКонтакте у меня там в свое время тоже было огромное количество. Всегда было много подписчиков в социальных сетях, потому что в то время, когда мы появились на телевидении, как раз появился интернет, и вот это все вместе друг другу помогало. Я, конечно, начинала свою карьеру, безусловно, с телевизионности, но сегодня я... Меня редко увидишь, наверное, ты понимаешь, да, в тусовках шоу-бизнеса. Я очень редко соглашаюсь приходить на какие-то передачи, мне постоянно звонят, постоянно просят. Совсем недавно была у Малахова, потому что мы дружим, потому что история была такая трогательная, но стараюсь не ходить, особенно в России. Ну, то есть, если я в Европе еще с удовольствием иду на все эти мероприятия, то здесь я с удовольствием отказываюсь, потому что чуть-чуть хочется от этого отходить, и я сейчас занимаюсь своим проектом, который называется «День с легендой». Это проект, где я записываю интервью с легендарными спортсменами, и это вот мое детище, я работаю над этим проектом вместе со своей подругой Маньци Хажба, которая как раз таки мне дала такую идею, мы с ней зажглись, и создали этот проект вдвоем. Вот, сейчас у нас команда работает, и мне очень хочется, чтобы я делала все-таки то, что мне нравится. Кумир у меня был один-единственный, это Майкл Джексон, и то не в детстве, попозже. И были люди, которые вдохновляли, из них была Дженнифер Лопес, она меня вдохновляла настолько, что я смотрела ее интервью. Я просыпалась с утра, включала DVD, ее интервью на английском, и с утра до вечера они у меня шли в перемешку с песнями, и все те слова, которые она говорила, я ни одного из них не знала. Я учила английский на ее интервью, и когда я встретила ее в Париже, она следила за обедом, своей семьей, своими детьми, мне неудобно было подходить, фотографироваться, но я не могла не сказать ей комплимент. Я говорю, Дженнифер, I love you so much, I learned my English just watching your interview. And then I was like, oh, thank you, it's so sweet. И это действительно так. Есть человек, который вдохновлял меня на испанский, и я учила испанский по вдохновению, допустим, глядя там на какую-то актрису. Сегодня есть человек, который вдохновил меня на португальский, я изучаю португальский. Глядя, общаясь, скажем так, очень многие часто, самые часто задавали вопрос, как ты выучила английский язык. Я вот рассказываю, как я выучила. Я смотрела интервью, я переписывала песни в тетрадку, подписывала их карандашом, переводила, потом стирала эти надписи, когда они уже были для меня знакомыми словами. И таким образом у меня все время кто-то вдохновлял. Но вот так, чтобы это был мой кумир, чтобы я вешала фотографии на стены и говорила, этот человек, я буду ему подражать. Нет, я всегда собирала образы с разных людей, которые меня вдохновляли, и, скажем так, впитывала и пыталась на себя применить. Монако. Мой дом сейчас в Монако, потому что там моя дочь, там моя жизнь. И вот я, будучи здесь сейчас неделю, завтра улетаю. Я поняла, что вот неделя, семь дней – это максимум, когда я могу, скажем так, комфортно здесь пребывать. Мы общаемся, конечно, по WhatsApp, по видеосвязи, но физически вот именно и побыть с ребенком, потрогать и побыть в этой атмосфере и поехать домой. И я уже говорю, что я домой. Любовь, наверное, чем взрослеть ты становишься, тем более сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, любовь – это такая, когда есть между двумя людьми ментальная стимуляция, в первую очередь, когда они друг другу могут быть интересные, они могут друг друга вдохновлять, им хочется друг о друге думать, а потом уже на этом строится эмоциональная связь, сексуальная связь, уважение, и все-все-все нанизывается на это. Потому что если есть только сексуальная связь или только, скажем так, симпатия такая, она долго не продлится. Обязательно должен быть контакт, и я думаю, что на ментальном уровне. Наверное, на таких высоких вибрациях, не на низких. Самое главное в жизни – сама жизнь, об этом не надо забывать. Самое главное в жизни – жить сейчас, здесь. У тебя есть боль – это твоя жизнь. У тебя есть неприятные ощущения – это твоя жизнь. Ты в настоящем – ты живешь. У тебя есть состояние счастья – мгновение счастья – ты живешь. Апатия – ты живешь – это твое настоящее. Наше эго все время делает так, чтобы мы избегали настоящего. Мы либо в будущем мыслями, либо в прошлом. Не существует ни прошлого, ни будущего. Существует только настоящее. И оно здесь и сейчас. Вот я сейчас об этом говорю, у меня мурашки по телу, потому что я осознаю, я живу сейчас в осознанности. И вот этот момент презенте, он очень важен. Очень многие забывают про него. Именно поэтому им плохо. Они считают, что их жизнь не клеится. Но если сегодня у вас вот это минорное состояние упадок, значит, в этом нужно что-то найти. И вот это нужно поблагодарить. И когда вы оцените в этот момент, тогда начнется то, что вы хотите получить. Ну, скажем, ваше эго хочется получить. В первую очередь я себе сказала так, что я буду тем ребенком, которым я всегда была. Я буду настоящей. Я буду делать и говорить то, что я хочу. Жить своей жизнью. Ни в коем случае. Вот сегодня вам говорят, осуждать. О господи, как она могла сделать это. А когда мне было хреново, где вы были со своими советами? Где была ваша помощь? Я сделала себя сама. Я точно могу сказать. У меня никогда не было ни папы, ни мамы, ни супруга, который бы меня двигал или продвигал. Все, что сегодня у меня есть, я сделал своими руками сама. Меня можно ненавидеть, меня можно не любить, меня можно осуждать, мне можно завидовать. Но это так. Факт остается фактом. Можно говорить, что я там какие-то не тем путем шла. Это завистницы, это те, которые сами ничего сделать не могут. И вообще красивые женщины всегда подвержены такой зависти и, можно сказать, даже несправедливое отношение к ним. Но первое оставаться собой. Оставаться той девочкой, тем ребенком, который ты был всегда. На этот скелет уже нанизывать все остальное. То есть быть искренним, быть честным, порядочным, не предавать. Всегда поступать так, как ты бы хотел поступать, чтобы с тобой. И это не слова, это опыт, это действие. И плюс ко всему мечтать. Мечтать о большом, не бояться мечтать, ставить цели, достигать их, быть безбашенной, быть живой, быть сумасшедшей, развиваться, читать, учиться обязательно, любить людей. Вот все это будет составлять, скажем так, некую меня, кем я сегодня являюсь. Я думаю, что в первую очередь соблазнять мужчину, вот как цель, наверно, не нужно. Если мужчина заинтересован в тебе, если и мужчина тянется к тебе, если он проявляет внимание, то тогда, когда ты уже, скажем так, это внимание получил, и он хочет этого, и ты этого хочешь, тогда нужно взять курсы по развитию, скажем так, вот этого, как у нас, у нас сейчас очень модный всякий курс королевского секса и так далее. Женщина у нас молодцы, они вообще впереди планеты всей. Таких курсов очень много, это работа с собственными мышцами, это работа, извиняюсь, там целая, как бы, на месяцы, когда действительно ты можешь предоставить мужчине, наверное, уже своему мужчине, опять же, такие ощущения, которых он не испытывал никогда. Я думаю, вот здесь стоит игра свеч, а просто кого-то соблазнять, чтобы соблазнить, мне кажется, это низкие вибрации. Я думаю, что красота до 30, это гены, красота после 30, это работа над собой, это работа над своими эмоциями, это работа над своей мимикой, работа в спортзале, работа, опять же, может быть, твоего косметолога. Я не говорю сейчас про... Все думают, что у меня там куча пластических операций, у меня нет ни одной пластической операции. Да, я хожу к косметологам, да, я там за собой ухаживаю, многим, может быть, хотелось бы в это верить, что у меня и зубы не свои, и губы не свои, и нос не свой, но это не так, это есть, конечно, скажем так, костяк, который я получила у гена, да, но сверху это работа, обязательно работа над собой. И помню, какая я была всегда супер-гиперэмоциональная, как я могла использовать целую мимику раньше, как использую сегодня, это тоже работа. И это не потому, что у меня лицо застыло от ботокса, оно у меня шевелится, просто я научилась пользоваться своей мимикой так, чтобы у меня, скажем так, не прыгало оно, это тоже работа. Поэтому женщина вообще должна над собой работать круглосуточно, даже когда она спит, она должна... Вот я сейчас, знаете, как сплю, у меня подружка моя со мной часто летает, и мы часто остаемся в одной комнате, и она знает, как я сплю. Я ложусь на спину и просыпаюсь я тоже на спине. Очень редко я позволяю себе уткнуться, извиняюсь, мордой в подушку, встать смятым лицом, это тоже работа. Поэтому сегодня я еще занялась растяжкой, я давно хотела это сделать, но сейчас я поняла, что поставила себе цель, и одна из целей моей сделать свое тело более гибким и сесть на шпагат, это тоже работа. Потому что это молодость, мне кажется, это красота, которую ты не купишь нигде, не заколешь, не подошьешь. Вот, тоже работа. Я думаю, что, наверное, я много советов даю себе сама. Я сама с собой разговариваю, и сама себе говорю, так, вот здесь вот так, здесь нужно вот так. Не могу прям вспомнить, чтобы кто дал какой-то совет, но мама мне говорит, Вика говорит, не будь такой простой, не будь такой супер открытой. Это говорит, ничего в этом хорошего нет. Я очень долго сопротивлялась, и сейчас поняла, что, может быть, сейчас пришло время уже действительно не быть такой рубахой. Как говорят, рубаха парня, есть такое выражение, рубаха девушка. Вот, потому что не всегда люди это ценят, но я знаю, что у меня есть своя аудитория, она огромная, которые любят мою искренность, которые помнят ее, и которые интуитивно знают, что придя ко мне на семинар или вообще пообщаясь со мной, они обязательно получат вот эту настоящесть мою. Но сегодня я стала, наверное, более такой дистанционная, отдистанцировала, скажем так. Я хочу пожелать вам, чтобы вы верили в себя, чтобы вы знали, что все в ваших руках. И неважно, как ты выглядишь, неважно, где ты сейчас живешь, неважно, в каких условиях ты сейчас живешь. Важно, вот ты должна встать, посмотрев это интервью, и сказать, что я хочу изменить. И не просто фантазировать, что бы я хотела изменить, а что ты должна для этого сделать. Вот сделать какой-то первый шаг, навести дома порядок, чтобы не стыдно было привести Владимира Владимировича Путина, если он захочет прийти к тебе в гости, к примеру. Потому что мы его все уважаем, это как бы такой вот пример. Сделать что-то, чего ты никогда не делала, но всегда хотела, может быть, желала. Начать менять свою жизнь, потому что она в твоих руках. Никогда никто не придет, не скажет тебе, дорогая, вот сейчас я тебе все налажу, все отлажу. Нет. Ты свою жизнь строишь сама, поэтому ты должна сделать что-то, что выходит за рамки твоего комфорта, за рамки твоих обычных привычек. Сделать себя сильной женщиной. Думать о том, что самая главная твоя цель – это состояться. Как женщина научиться чему-то стать самостоятельной. Вот я бы хотела пожелать всем вам, чтобы у вас была цель быть самостоятельными. Это возможно. Не нужно думать, что если у вас сегодня ничего нет, вы никогда не сможете стать самостоятельной. У меня когда-то появилась эта цель, и многие спрашивали, даже смеялись надо мной. Да что ты можешь? Да кто ты такая? – говорили они мне. А я говорю сама себе. Думаю, я вам покажу, что я могу.